Привет, друзья! С вами Виктория. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю овсяное печенье. Вкусное овсяное печенье. Печенье, приготовленное по такому рецепту, получится у вас. Я вам это гарантирую. Получается оно очень вкусное и ароматное. И приготовление займет совсем немного времени. И согласитесь, что домашнее печенье намного вкуснее магазинного. В конце печенья попробую и расскажу вам свои впечатления. Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты. Это два яйца, сахар. У меня два разных сахара. Я подготовила 50 на 50 80 грамм коричневого сахара и 80 грамм обычного сахара. Пакетик разрыхлителя. Это примерно 2 чайные ложки мука. У меня будет 50 на 50. 180 грамм пшеничной муки и 180 грамм овсяной муки. Можно перемолоть овсяные хлопья на блендере и получится у вас вот такая овсяная мука. Также понадобится пол чайной ложечки соли и добавки. Добавки могут быть самые любые. Это может быть экстракт ванили, корица, орехи, сушеная клюква, изюм. Все по вашему вкусу. И сливочное масло. Сливочное масло должно быть либо размягченным, либо поставьте его на 30 секунд в микроволновую печь. В миске смешиваю 100 грамм растопленного сливочного масла, 150 грамм сахара. У меня половина белого сахара и половину коричневого. Немного все взбиваю венчиком. Добавляю пол чайной ложечки соли, два яйца и две чайные ложки экстракта ванили. И еще раз хорошо все перемешиваю до однородности. И затем подготовим муку. Как я уже сказала, можно использовать полностью 360 грамм овсяной муки. У меня сегодня вот здесь 130 грамм овсяной муки и 180 грамм пшеничной муки. А мне нужно, чтобы у меня было напополам. Вот мне немного не хватает, заодно я вам покажу. И я взяла овсяные хлопья. Можно взять любые, быстрого приготовления или не быстрого, это не важно. Вот я их положила в чашу миксера и мне их нужно хорошо измельчить. И вот у меня получилась вот такая мука. Овсяная мука. 180 грамм пшеничной муки просеиваю в ранее замешанную массу. И просеиваю 11 грамм разрыхлителя. Овсяную муку я не буду просеивать. Добавляю 180 грамм овсяной муки. В общей сложности у меня ушло 360 грамм муки. И хорошо замешиваю тесто. Сначала я это делаю венчиком. Когда становится тяжело перемешивать венчиком, я беру силиконовую лопатку и начинаю перемешивать силиконовой лопаткой. Даже немножечко вот так как бы нужно перетереть. Вот такое по консистенции должно у вас получиться тесто. Тесто получается мягкое, посмотрите, и уже не липнет к рукам. Если вдруг тесто у вас сильно прилипает к рукам, то можно его накрыть пищевой пленкой в контакт и убрать в холодильник минут на 20. Потом с ним будет легче работать. Духовку можно поставить уже разогреваться на 180 градусов. Подготавливаем противень. Противень я перестелила пергаментной бумагой. Затем беру столовую ложку и буду формировать печенье. Для удобства смачиваю руки водой. Делаю вот такой колобок. Выкладываю его на противень и немного вот так прижимаю. Чем тоньше у вас будет печенье, тем оно будет более хрустящее. Если вы будете его делать немного потолще, то оно будет такое, менее хрустящее и более мягкое. Поэтому делайте на свой вкус. И продолжаю. Беру одну столовую ложку теста, формирую колобок и накладываю на противень. Расстояние между печеньем должно быть примерно полтора-два сантиметра, потому что при выпечке печенье будет подходить. Немного прижимаю. Размер печенья регулируйте по своему вкусу. На моем канале много других рецептов выпечки. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Если вам нужна небольшая порция, то сделайте половину. Пол порции это примерно 10-12 штук печеней. У меня получилось на 21 штуку. Отправляем запекаться печенье в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Запекаем до золотистой коры. Через 15 минут приготовления можно открыть духовку и проверить. Учитывайте особенности вашей духовки, чтобы печенье не получилось слишком сухим. печенье у меня запекалось ровно 20 минут. Достаю его и даю ему остыть. Печенье остыло, перекладываю его на блюдо. Давайте же посмотрим, какое печенье у нас получилось внутри. Вот я уже разломала кусочек. Посмотрите, поднесу вам поближе. Получается оно очень вкусное, с приятной хрустящей корочкой и красивым таким карамельным цветом. Коричневый сахар придает определенную оригинальную нотку печенью. Очень рекомендую вам приготовить с коричневым сахаром. Получается очень вкусно. Внутри печенье получается в меру хрустящее и в меру мягкое. Очень важно не передержать печенье в духовке, иначе получится суховато. Я вот себе отломила кусочек и сейчас попробую. Получается очень вкусно, без слов. Обязательно приготовьте такое печенье, вам очень понравится. Всем желаю приятного аппетита. Не забывайте подписаться на мой канал, ставьте лайк, пишите мне ваши комментарии. А я вас уже жду в своих новых видео с новыми рецептами. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok